Для того, чтобы вам рассказать интересные случаи какие-то, вообще для чего я завожу эту тему про редкие болезни неврологии, а вообще про редкие болезни, они есть у меня по одной простой причине. Потому что они у меня есть почему? Они у меня есть просто потому, что я их ищу. Потому что я не ищу никогда те болезни, которые я знаю. Вам может показаться это глупым, наверное. Но я просто ищу болезнь той, которая болеет этот пациент. Вот и все. Я просто лечу или не лечу до тех пор, пока не пойму, чем он болеет. Я просто никогда не имитирую лечение. Вот и все. Больше ни почему. Вообще я не люблю имитации. Они меня раздражают и бесят. Когда люди начинают имитировать какое-то действие. Ну, поэтому я стараюсь этого сам не делать и другим не советую. Потому что только таким образом в результате, если вы не имитируете вообще что-то в своей жизни, вы начинаете чего-то достигать. То есть, если вы хотите идти до вершины горы, вам надо идти на вершину горы. Если вы идете по беговой дорожке в спортзале, то на вершину горы вы никогда не дойдете. Потому что ходить по беговой дорожке в спортзале это не восхождение на вершину. Но это понятно. Мне кажется, это очевидно. Может быть, у меня что-то не то с восприятием мира, но мне кажется, это логично. Почему даже в нашей клинике это вызывает большие проблемы, я не понимаю. Почему, я не знаю. Я постоянно с этим борюсь даже в нашей клинике. В собственной клинике, я могу сказать. Но это тоже есть. И это тоже надо как-то с этим изживать. Постоянно люди пытаются имитировать какие-то действия. Они тратят на это время, силы, деньги, деньги с силой, время владельцев, время с силой и деньги свои. И в результате получается ничего. Потому что если делать ничего, ничего и получается. Поэтому и никогда не надо строить прогнозы. Это тоже очень важный момент, потому что вы точно не знаете, что будет. Ни один владелец никогда не сказал мне, когда он умрет. Они мне спрашивают, какой брат у вас? Я говорю, а вы когда умрете? Я не знаю. Я говорю, я не знаю. А я откуда знаю, когда умрет эта собака? Понятия не имею. Я сам-то не знаю, когда умрет. Может сегодня, а может завтра. А может никогда. Я не знаю. Понятно. Бывает, что люди мне говорят, что да, я знаю, когда умрет. Ну ладно. Понятно с тобой все-таки. Будем с тобой разговаривать аккуратнее. Вот, поэтому это очень важный момент, да. Потому что есть статистика, но статистика это не вариант предсказания. Ну, это важный момент, да. Но я уже говорил много раз, это сайт Модитута, я видел, да. А в медицине то же самое. Не для этого делаются оценки, шкалы оценки. А для того, чтобы применять другие способы лечения, более интенсивные. Более, чтобы тому пациенту, которому нужна очень-очень интенсивная помощь, его очень-очень интенсивно лечить. Да. Поэтому мы знаем, что, о, у этого человека, там, порвита голова, кровотечение душной полости, или, там, у собаки развив лёгкого, то, всё, пятая, десятая, это тяжёлый пациент. И у него большие проблемы. Но мы не знаем, выживет ли он конкретно. А в ветеринарии, особенно вот в онкологии, тоже. Ну, что такое? Ну, у него правопрогноз, я не буду его лечить. Он всего, ну, вероятность, то, что он, использование химиотерапии, всего, там, 16%. Но, всего 16, или целых 16, вот, например. То есть, можно же и по-разному. Ну, ты же никогда не знаешь, этот пациент попадёт в те 16%, в которые химиотерапия будет эффективна, или в те, в которые неэффективна, да? Мы же не знаем, куда он попадёт. Поэтому не надо исходить из этого, да? Более того, всю эту статистику люди меняют. А вот те онкологи, которые говорят, что, ну, всего 16% то, что химиотерапия будет эффективна у этого пациента. Они никогда не изменят этот процент. А они так и будут жить с этими 16%. Если вы хотите жить с этими вариантами, когда у вас вообще не поправляются те вот пациенты, у которых хопка и головного мозга. Ну, потому что вы их просто не лечите, а не потому, что они не поправляются. У меня ни одна собака не поправилась до 2006 года с опухолю и головного мозга. Ни одна. До 2006 года ни одна не поправилась. А я оцениваю себя. А почему она у меня сразу ни одна не поправилась? Ну, вот почему у меня до 2006 года ни одна собака с опухолю и головного мозга не поправилась? А сейчас живут длительные 80%. Я понимаю, почему. Потому что я, во-первых, не знал, что надо делать коктейр или МРТ всем с поражениями головного мозга. Видишь, что у собаки мозг поражен чем-то. Ты никогда не знаешь чем. Пойди сделай МРТ. А после того, как ты сделал МРТ, ты пойдешь уже лечить ту болень, которая, напомнится, с Томошкиным Дмитрием. Приехали как-то на... Было в этом прошлом веке, в 1998 году. Приехали, мы купили кардиограф и поставили собаке, что у нее инфаркт. Такие два деятеля. Приехали, а у собаки были какие-то расстройства неврологические. Я сейчас не помню уже. Какие там? Не важно. Прошло уже сколько лет? 22? Сколько там лет? Ну вот. И мы такой диагноз придумали, короче. И доксаментазон назначили. И собака поправилась. Мы были такие довольны. И мы думали, что мы реально помогли этой собаке. Вот. Поэтому я могу вам сказать, что мы не ставили диагнозы и думали, что те пациенты, которые сами выздоравливали, мы к себе их приписывали. Да? Поэтому важно менять статистику. Если говорить о точности моделей прогноза погоды, то она вот такая никакая, короче. Никто не знал, что этой зимы не будет в этом году. Да? Вот. Потому что, ну, соответственно, никто не знал, что плюс 7 будет в Санкт-Петербурге. В январе вообще не будет льда никакого. Вообще никакого. Поэтому нельзя даже это узнать, хотя огромные процессы вычислительные происходят в вычислительных центрах с целью предсказания. Вот и все. Поэтому, если вы, кто знает, когда умрет? Мы узнаем, кто умрет. А сколько раз вы сказали пациентам, что вы знаете, когда умрет он? Ну, сколько пациентов вы сказали, что ваша собака не доживет до следующего дня? Ну, я много раз говорил. Пока не это самое, пока собаки не стали, владельцы приходили, я говорю, а мы все живем, а мы все живем, а вы нам обещали смерть. Я говорю, ну, да. Вот. Поэтому это важно. Вот. Мы должны в неврологии знать принципы. Вообще мы должны знать принципы. Не всегда факты мы знаем. Да, если мы говорим о неврологии, то мы знаем вот эти принципы. Если мы говорим о других болезнях, то в каждом направлении есть свои принципы. Если мы говорим вообще во всех направлениях есть свои какие-то принципы, на которых все строится. Их там два или три, может быть четыре. Да, я могу вам сказать, что в металлине ножей то же самое. Я вообще, когда услышал вот этого преподавателя, который меня учил в металлине ножи, он говорит, вот есть принципы. Ты их должен запомнить. Я говорю, да, понятно. Я думаю, вот еще. Вот то же самое. Понимаете? Везде одно и то же. Сейчас та же самая ситуация. Есть принципы построения кадра. Есть принципы монтажа. Вот запомнить эти принципы монтажа видео. Крупный план. Деталь. Никогда один план. Деталь не идет за деталью. Одно и то же. Если вы думаете, что в каких-то областях человеческой жизни как-то по-другому, то вообще нет. Тоже всегда есть принципы. Есть принцип монтажа видео. Сначала общий план, да, потом крупный план, потом может быть деталь, и не может быть наоборот, потому что сначала нужно показать где, потом кто, потом когда и так далее, и так далее. И у всех всегда есть принципы. Все фильмы и все эти компьютерные игры работают по этому. Не должно быть в центре, должно быть по третям и так далее, и так далее. Везде одно и то же. Везде. Поэтому в ветеринарии, в неврологии эти принципы. Метаниножи другие, монтажи видео другие, но их всегда мало. Их всегда мало, их всегда очень мало. Их всегда можно запомнить. И надо просто их запомнить и придерживаться. Вот это самое сложное. О них не забывать, хотя их мало. И всегда их придерживаться. Вот. Поэтому, что мешает нам лечить? Ну, возможно, септаназия. То, что мы всегда можем загубить пациента и отправить его на тот свет. Мы его всегда можем взять и отправить на тот свет. И сказать, ну, ваш случай неизлечим. И поэтому вам надо его отправить на тот свет. А мне дать 2000 рублей, и мне не надо будет думать, напрягать свой мозг. И тогда вообще будет все хорошо. Вот. Поэтому в ветеринарии, конечно, плохо с этим у нас. Вот. Потому что можно всегда свою некомпетентность списать. Да. То есть, когда вот думаешь, было бы, были в моей жизни такие случаи. Да. Я же вам рассказываю реальные. Ну, и в своей жизни тоже. Да. То есть, вот так или у тебя есть возможность. Я поймал себя на этой мысли и понял, что если ты будешь думать, что это выход для тебя, как для врача, провести эвтаназию пациента, чтобы скрыть свой косичину, то тебе, ну, врачом ты не станешь. Вот. А я хотел быть врачом, поэтому я просто взял и убрал из своей практики вот эту возможность, даже возможность мыслить так. То есть, просто убрал вот эту способность думать о том, что это вообще возможный путь. Если этот путь у себя убрать, тогда ты начинаешь думать, а чем же он болеет. И тогда ты начинаешь думать, а чем же его лечить. Да. Потому что вот этого легкого пути эвтаназии у тебя нет. Вот. Поэтому, ну, и использование нелекарственных средств, да, это постоянная проблема. Красненькую, розовую, гужикую, к каким видным, скажем, будет. Мы полечили, ну, мы же пока помогли, ну, мы же пока что-то сделали. Ну, а что мы сделали? А мы просто ничего не сделали. Мы просто сымитировали действия. Вот. Но если ты начинаешь имитировать действия всегда, то ты привыкаешь к этому. А раз ты привыкаешь к этому, ты всю свою жизнь имитируешь. А жизнь у тебя одна, и тебе приходится имитировать всю свою жизнь. То есть, ты имитируешь всю свою жизнь, а нафига ты вообще родился. Если ты родился, ты только занимаешься тем, что имитируешь. То есть ты имитируешь то, что ты учишься, ты имитируешь то, что ты лечишь, ты имитируешь все, все, ты вообще все имитировать начинаешь. Если ты начинаешь вообще идти по этому пути. Поэтому вот такой вот вариант. Имитация приводит к имитации жизни, а прожить ее вам придется только один раз, а потом вы все равно умрете, и мы все умрем, и никто из нас не сможет. И хотя бы то, что у нас осталось, хотя бы лучше не имитировать. Вот. Так вот, несколько случаев интересных, которые появились у меня просто потому, что я ничего не имитировал. Это вот опухоль кости. У кошки она очень долго у меня была. Эта кошка живет уже долго, лет 5. У нее была остеогенная саркома. Я удалил, она сначала не ходила, в 15-м году, потом ходила постоянно к нашему, этому самому кардиологу, делала рентгеновские снимки. И вот, все у нее было хорошо. Сейчас у меня вторая есть кошка, я не стал вставлять эту презентацию, но вы можете найти на моем канале эту кошку. 2,8 года назад я удалил ей тоже остеогенную саркому только в грудных позвонках. Я удалил, второй раз ее, ну, реоперация, через 2,8 года, уже 2,8 года я реоперировал эту кошку. Произошел рецидив через 2,8 года. Она ест, пьет, бегает, прыгает на дачу, там кого-то ловит. Поэтому у таких кошек с остеогенными саркомами в области позвоночника прооперированных и живущих долгие годы, вот, на сегодняшний день у меня 2. Потому что это не приговор. Это интересная кошка, она единственная у меня была, ну, может, она единственная и будет. Ей ставили диагноз, у нее вентрикулит, говорили о том, что у нее инфекционный перитонит. Жидкость, которую я взял из желудочка, ну, я пьюнтировал желудочки, достал оттуда эту жидкость, отнес в лабораторию. Пока я нес в лабораторию, она свернулась. Там было огромное количество белка, это был 11-й год, вот, вот с таким вот вентрикулитом. Все были уверены, что это инфекционный перитонит, но эта кошка поправилась. В 2013 году ее же МРТ сделано, доктор ее один забрал. Это одна кошка, вот такая вот была, типа с инфекционным перитонитом, но, как мы видим, наверное, это был не он все-таки. Вот, поэтому, это вот второй такой случай с менингиомой у кошки, описанной в литературе. У меня была она только одна. Американцам мы давали гистологию. Вот такая вот менингиома, естественно, я ее тоже прооперировал, и, естественно, все, все настолько, насколько это может быть возможно, с кошкой без корешков в этой зоне более-менее хорошо. Вот такие вот были эти корешки у нее на операции. Естественно, когда я оперировал, я не знал, я думал, это опухоль, наверное, какая-то там, чего-то там. Естественно, я все опухоли спинного мозга, со спинного мозга или врастающих спинной мозг, естественно, я удаляю. После того, как я их удаляю, я их, естественно, всех посылаю на гистологию. Дальше, похожие случаи для того, чтобы назначить какое-то химиотерапевтическое лечение, мы ищем для того, чтобы назначить какое-то дальнейшее лечение. Да, как этот случай не описан и никакой практики по лечению химиотерапии, какими-то препаратами таких пациентов, естественно, нет, то на хирургии все, в принципе, и заканчивается. Вот такая вот была опухоль. Вот, болезни диска редкие, сейчас они происходят, ну, 2-3 в год мы оперируем. Опять же, статистики нет, классификации нет, это единичные какие-то пациенты. Сейчас их гораздо, гораздо больше, то есть, может быть, ну, мне удается там одну-две кошки с болезнью диска в год прооперировать. Еще другим врачам в нашей клинике тоже удается прооперировать эти болезни диска, как-то называющиеся, как они называются, мы не знаем, классификации для кошек нет, но мы используем принципы, если что-то на спинной мозг давит, мы это что-то оттуда убираем. Это какие-то единичные КТ, МРТ, их. Одну кошку я пытался сгибать-разгибать на СДУГе, думал, что, наверное, эта нестабильность может вызывать те дегенеративные изменения в дисках, которые есть, но ничего я не нашел, никакой нестабильности я, видимо, вот таким способом не нашел, может, она и есть, может, я ее неправильно искал, как ее искать, я не знаю, ну, вот то, что я смог делать относительно этого пациента, я сделал, ну, и так как у него была болезнь дисков, я его прооперировал, была компрессия на спинной мозг, я убрал эту компрессию и поправился, может быть, он сам поправился, а может быть, он поправился, потому что я его прооперировал, тут уж я не знаю, поэтому, вот, это сложно мне сказать, ну, потому что это единичные какие-то случаи, да, но, возможно, он бы сам поправился, возможно, и поправился, вот, но если мы будем использовать принцип, что если где-то есть компрессия на спинной мозг, то это, то, что дает на спинной мозг и нарушает ток ликвора, надо убрать, то тогда вот эти пациенты как раз под эту, ну, и попадают, да, то есть это те пациенты, которых мы начинаем лечить и, ну, получаем результат, возможно, они и сами будут вправились, возможно, такое тоже может быть, но вот факт такой. Поэтому понятно, что это все единичные какие-то случаи, и я говорю, что, скорее всего, может быть, у вас их или не будет, или будет один за всю жизнь, но у меня, потому что многие из них были либо единичные, либо вообще, ну, как бы, вот еще, ну, это между седьмым и восьмым поясничными позвонками компрессия, это не такая редкая болезнь, но название она тоже не имеет как такового, потому что это не люмосакральный стеноз, а болезнь похожа на люмосакральный стеноз, ну, мы, вот, трансбит ей поставил. Вот, это нестабильность Л-7-1, вот, которая была у той собаки. Это пациент, у которого, это был ерекшевский медведь Сеня, я его так называю, он был, короче, маленький карлик, это был маленький карлик-медведь. И у него была гидроцефалия, естественно, это был единственный медведь в моей практике, мало вероятно, что такой еще появится когда-либо, но у него была гидроцефалия, все характерное для карлик-медведь из-три года, короче, он был очень маленький. Умер он потом, потому что он, ну, через года два, наверное, мы ему поставили шунт. Вот, и нормально. У него была напряженная гидроцефалия, соответственно, с ним пролегал на водку, мы поставили, наверное, ему шунт, и он поражил еще, ну, по-моему, года два. А потом он умер, потому что не мог спать. Вот. Короче, не дай не спать. Вообще люди все сел и спать иногда, а вот он не спал, и он умер. А у него произошел микрос неполавого члена, ну, и так далее. То есть, ну, уже по другим причинам. Ну, вот так вот мы его полечили. Опять же, вторая головная мозга у него расправилась после того, как мы поставили ему этот шунт. Наши врачи МРТ-диагностики, когда поехали в Германию на курсы, они рассказали про этот случай, и когда узнали, откуда они, что, ну, из России, а, ну, из России, понятно, медведи еще поставили. Было очень интересно. Будто у нас вот эти медведи на каждом углу уходят. Они говорят, а, ну, понятно, из России, ну, да, понятно, шунт, да. Ну, показатели просто исследования МРТ, интересно то, что, ну, медведи поставили. Вот. Вот еще пациент. Здесь мы восстановили нормальный топ ликвара. Шунты мы теперь стараемся не ставить, мы стараемся восстанавливать нормальный топ ликвара. У этой кошки мы так и сделали. Мы перегородку между боковыми желудочками разрушили и тоже, в общем-то, восстановили. То есть, это и энтроплоскопия этой кошки. Вот. Так, интересный пациент. Ну, и мы разрушили перегородку, тем самым восстановили ток ликвара, и, в общем, все хорошо закончилось. Эта сейчас не закончилась, она живая, все нормально. Никаких у нее симптомов нет. Ну, такие это редкие, ну, как бы, не то, что редкие, ну, просто. Потому что, ну, понятно, что эта операция описанная, мы не уже не одну такую сделали, и кошкам, и собакам, но, вот, в частности, скажем так, ну, они, конечно же, есть. То есть, какой вариант восстановления этого ликвара, их никогда, наверное, не будет много, то есть, не будет там сотнями, десятками, и какую-то статистику из, там, 20-20 кошек, я думаю, что мы с вами никогда не сможем накопить. Ну, мы все вместе, когда все вместе начнем все-таки лечить их пациентов, это вот так не восстановили. Вот. Ну, она потом через полгода вообще нормальная стала и отличная. Через полгода. Вот еще пациент, у него средний агит был, вот такой вот. Никакой мировой статистики тоже нет. Мы удалили ему ухо, наружный слуховый проход, и по симптомам у него он не мог ловить рыбу, которую ему кидали. Вот. И вот такой пациент тоже, тоже единичный такой вот случай. У него был вот такой вот средний агит. Это вот этап операции удаления. Это очень маленькое у него такое ухо. Вот такая опухоль жировая на спине. До сих пор у меня такого еще не было. Уже вот сколько лет прошло. Сколько там, немного уже прошло. Вот. На рентгене не видно. Это такая опухоль жировая была, вросшая в спиной мозг, в позвоночный канал точнее, и оттеснившая спиной мозг. Саркома надкосница тоже единственный прооперированный пациент. У него была компрессия. Еще есть в литературе данные о том, что была в шее какой-то собаке где-то за границей, но они собаку усыпили. Ну, естественно, они ничего не знают, что с ним было бы дальше. Это очень редкая опухоль. Она бывает в периферических костях. А вот по литературным данным нам удалось найти вот только два таких случая еще. Да, но и ни одного из них не прооперировали. Ну, и еще из последних случаев таких нечастых, это вот такие вот кисты вдоль, собственно говоря, корешков спинномозговых нервов, области каудрекина. Это вот у меня как-то за неделю было две таких собаки, в которых у одной была в области каудрекина, а у другой в области в шее. Вот. То есть вот еще вот такие вот пациенты. Ну, соответственно, мы прооперировали. Вот этот есть на моем канале. Пожалуйста, можете посмотреть. Пациент. То есть удалили у него вот эти кисты вдоль корешков. Они вот так были. Ну, и, соответственно, можете найти, посмотреть на мой канал, и вам будет все понятно. Вот. Еще один пациент, последний, это пудель. И тоже у меня их теперь два. Была атаксия у пациента, но интересно то, что это был маленький, ну, такой средний черный пудель. Сейчас у нас еще есть второй. Буквально месяц назад мы сделали ему МРТ и увидели такую же точную картину. пока ни одного предположения, что это за изменения на МРТ и чем они вызваны, нет ни у кого из ветеринарных неврологов, ну, у всех мировых, которых я только показывал, это МРТ, нет даже предположения ни одного дифдиагноза. Ни одного вообще. А это старый был пудель. Сейчас у меня есть второй такой же пудель. Мы благополучно за ним наблюдали, как у него таламус разрушается потихонечку. Мы сделали ему КТ, сделали несколько раз МРТ, но так и не нашли причину. К сожалению, собака погибла. Сейчас у меня есть абсолютно внешне такой же точно пудель. Тоже очень старый. Он живой. Владельцы думают, что у него травмы, поэтому на четыре лапы не ходят. Объясните, к сожалению, пока я ему объяснил, а вот ваши собаки головном углу такие вот. Ну, вот они вот. Вот нас укусили, и после этого собака перестала ходить. Ну, на самом деле укусили, зато насти шея. Вторую собаку. Но нарушения у него связаны именно движения с вот таким вот поражением мозга. Сейчас у меня вот есть такой второй пациент. По людям, но если говорить о молодых животных, то такая картина может быть характерна для разных заболеваний. Но это старый пациент. Это старый. Амиотрофический склероз бывает у людей с похожей картиной. Но ничего о данном заболевании у собак реально не написано. Хотя, ну, характерная, похожая картина на таковую у, собственно говоря, у этих пациентов. Вот. Вот такой вот пациент. Ну, поэтому это то, что я хотел вам рассказать. Сейчас у меня уже таких пациентов два. Если вдруг у вас будет черный пудель, старый, не ходящий на четырех лапах, по стеклим МРТ, пожалуйста, можете мне прислать. Я что-нибудь, может, придумаю. А может, у меня. Вот. Ну, по крайней мере, МРТ я сделаю точно бесплатно, потому что мне интересен, чем можно, во-первых, как болезнь называется, а во-вторых, чем ему можно помочь. Возможно, чем-то можно помочь. Вот, что я вам хотел рассказать. Время вроде закончилось уже, по две минуты. Если есть вопросы, могу на них ответить. Наверное, уже нет. Есть вопросы? Корректор А.Кулакова 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 Спасибо.